Сумасшедший или морж-экстремал. Сегодня веб-камеры телеканала Катунь-24 зафиксировали, как мужчина пытается переплыть через оп во время ледохода. Им оказался житель Бердска Виталий Панасюк. Антон Скаль пообщался с необычным пловцом. Представим обычные хобби среднестатистических россиян. Вышивание, футбол, чтение книг, автомобили и другое. Представили? А теперь давайте поговорим о необычных. То, что мы вам покажем в ближайшие минуты, повторять ни в коем случае нельзя. Опасно для жизни. Купание в реке в ледоход. Последние четыре года своей жизни Бердсчанин Виталий Панасюк не может представить бестрадиционных весенних заплывов по реке Обь в районе Барнаула. Почему именно в Барнауле? Это уже традиция многолетняя. В прошлом году, к сожалению, пропустил. В этом году тоже не поймал толком. Я люблю переплывать ледоходную реку. То есть плыть и дильдин, они звенят. Я между ними лавирую, иногда на них вылазил. В этом году в краевой столице как такового ледохода застать Бердскому моржу не удалось. Погода непредсказуема. На градуснике плюс шесть, на реке Ледовый затор, в обе Виталий, на речном собирается толпа зевак. Удивление и вопрос в голове, что он делает и зачем у большинства. Привычная картина и немного переживания только у одной. Жены Виталия Ольги. Мужа она поддерживает регулярно. Я очень волнуюсь каждый раз. Его мама при всем при том очень волнуется. Но мы берем себя в руки, настраиваемся, всегда верим в лучшее, в хорошее. Знаем его потенциал, его возможности, что без этого он не может жить. Плаванием Виталий занимается с детства. Хобби досталось по наследству от матери. Моржеванием, или как модно теперь говорить о квайспортом, более семи лет. На заплыв с одного берега Аби на другой у бердского моржа ушло чуть более 20 минут. Напомню еще раз повторять, увиденное неподготовленному человеку смертельно опасно. Что касается Виталия, для него это уже четвертый весенний заплыв через Ольга. Ранее бердскому моржу уже покорилось Катунь и Обское водохранилище. В планах переплыть Керченский пролив. Антон Скай, Роман Хайрулин, Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова